У-у-у, карта у нас нормальная. Так, ну чё, я вижу, люди уже позаходили, в принципе, можно начинать. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня состоится выживание двух цивилизаций. Когда-то я уже подобное записывал на канале, записывал я это с Чикибряком, но вместо армии подписчиков он сейчас служит в армии Российской Федерации. Поэтому это видео я записываю с Дрюней. Мы специально начали немного пораньше для того, чтобы изначально зашло поменьше людей, чтобы мы спокойно начали своё развитие, а потом, когда люди будут подходить, всё уже было более-менее спокойно. Итак, появились мы в зиме, в горном биоме. Тут какие-то злые, непонятные, мёртвые, что ли, пингвины. Надо быть с этими типчиками поаккуратней. И мы договорились, что базу будем строить где-то неподалёку от спауна. Я вот не знаю точно, где можно построить базу, но вот эта вот горка, она так и манит, чтобы мы её обуздали. Слушайте, давайте сейчас соберёмся в кучу. А чё ты стоишь тут зелёный? Ты не в нашей тиме, ты в Дрюнево. Иди там с ними как-то связывайся. Селвис наш, дальше я всё добавлю. Смотрите, тут горка есть неподалёку от нас. Вот можно на ней поселиться, нормально такое безопасное место. Только до этого надо дерево пойти нарубать. И я не знаю, там какую-нибудь ферму подземную сделаем. Ну чё, есть дерево, есть саженец. Можно подниматься наверх. Потом будем бегать к Дрюне, смотреть, где они там себе базу организовали. Ну у нас в любом случае лучше. У нас безопаснее. До нас не каждый паразит долезть сможет. Да, слушайте, вполне неплохая горка. Её можно ещё чуть-чуть разровнять. И вообще песня будет. Ну либо на ней попробовать что-то соорудить. Прям какую-нибудь крепость жёсткую. И там внутри вот этой вот горы тоже что-нибудь можно построить. Ладно, тогда я начинаю делать себе сразу же инструменты. Конечно, к сожалению, придётся начать с каменных. Вот где-то здесь я буду тогда делать спуск в шахту. Я сначала буду разрывать вот так вот 4 блока, то есть аккуратный спуск. А потом это можно будет, короче, всё сломать, поставить сюда лестницу, а снизу налить воды для того, чтобы быстро спускаться. Я сразу побольше булыжника накопаю, чтобы сразу понаделать каменных кирок и всем поскидывать. Всё, 21 камень, я погнал наверх. Вот тут уже людей поназаходило. Копайте шахту. Я пойду ещё дерево подобываю, побегаю по карте. И, может, найду чё интересного. Только надо метку поставить, что тут наша база. И поделиться с людьми. Надо себе базу Дрюни добавить, чтобы понимать, где они примерно. А, так вот они, 100 метров от нас. Да, в упоре живут. Но мы будем сверху за ними в бинокль смотреть, что у них там по ночам будет происходить. Я надеюсь, у них база неподземная будет. И на добытое дерево надо будет наделать лестницу. Эти лестницы я поставлю со всех сторон этой горки, чтобы людям было удобнее подниматься. О, чё за фрост маф? Ледочерфь тут рядом? Да, есть же. Интересно, а насколько он сильный? Он быстро меня убьёт? Или я всё-таки смогу что-то сделать? Пора драться с тобой, жесть же... О-о-о-о, нормально. Прости, если закибер булил. Да ну нафиг. Сори, мужик. Не хочу я драться с тобой. Понял. Э, а можно убежать как-то? Не, ну в целом с ним можно повоевать, конечно. А-а-а, страшно. А вот так как-то можно с ним побиться будет, нет? Типа что-то построить тут. Как-то аккуратненько. Давай, иди сюда, я здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, всё, я по-моему умер. А если закопаться как-нибудь? Ну должен же быть способ, чтобы убить безопасное. Нет, нету способа, походу, такого. А, тут ещё и ночь на улице, да ё-моё, зря я на него нарвался. Надо идти рестсы и забирать и уходить. Потом можно будет толпой на него напрыгнуть, забить, как мы это обычно любим делать. Он стоит, теперь лутную охраняет. Спасибо, конечно, но не надо бы. Он на упреждение ещё кидает. Тихо, 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 тихо. Да ё-моё, у меня ещё и заморозил. Понял. А резко забрать не так уж и просто будет. Опа, уже и зомбаки начинают появляться. Это не круто. Блин, ну он какой-то умный. Он знает, куда я бегу, понимает примерно, где меня там подлавливать. Ещё и быстрый. На, всё, я сосулька теперь. Чё, неужели с резами попрощаться придётся? Да как же он сжаривает, а? Ну зато я ему одну тычку дал. Пофиг, конечно, что я за это три раза умер. Ничего страшного. О, я сейчас фармилку мобов себе сделаю на ночь. Давай, заходите в гости. О, чер... Нет, 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 ты в гости не нужен мне. Паразит тут пытается залезть. Здорово, гость, в горле кость. Э, мне еда нужна. Давайте что-нибудь вкусное, съедобное сюда. Такое пойдёт. Сейчас буду хилиться сидеть в канаве. Но мне до утра тут, по-моему, придётся просидеть теперь. Они где-то надо мной ходят, а падать не хотят. Может ещё раз попробовать на него напасть из-под земли? А, я даже не могу зайти сюда никак. Ну да, до хитбокса я не достаю. Это надо какую-то алибарду делать. Ну только мне не с чего её делать. Хотелось бы немного отвлечься и зайти на сайт GetX. Но почему именно на него? Начнём с того, что он имеет официальную лицензию и выгодные акции. Такие как бонусы за репосты и подписку в социальных сетях. У GetX есть собственный дискорд-канал, где можно найти очень много интересного. Вкладка бонусы с ежедневными промокодами, мини-игры. Тут, кстати, очень много полезного. Но актуальную ссылку на сайт всегда можно отыскать в разделе справка. Так что вводи мой промокод из закреплённого комментария и начни получать бонусы. А ещё сейчас тут проходит очень сочный конкурс. Рекомендую его не пропустить. GetX радует своих пользователей возможностью получить кэшбэк вплоть до 50%. И для тех, кто зарегистрируется в октябре, этот бонус останется навсегда. Предположим, что тебе не повезло и ты проиграл все монеты. Теперь каждые 3 дня тебе будет начисляться до 50% кэшбэка. На который не будет никаких ограничений. Значит, ты можешь его сразу вывести, ну либо же вернуться к игре и попытаться камбэкнуть. Вся информация находится в закреплённом комментарии. И важно помнить, что тут возможны как победы, так и неудачи. Поэтому играй с умом. О, он что-то урон начал получать. Что-то какая-то суета происходит. А, он уснул. Да, он засыпал. Вот что он на месте стоял. Зомбаков убивает там на улице. Опа. А тут вооружённый зомбак. Даже двое их. Давай сюда контент. Что, ещё кто-нибудь будет ко мне падать, нет? Когда там уже день я сдолбался сидеть в этой дырке. Он ещё и отхилился, этот босс. Короче, надо копаться до базы. Иначе я тут правда всю жизнь просижу. Интересно, даст он мне убежать, нет? Нет. Ха. Не даст он мне убежать. Он меня заморозил, а зомбак подстрелил. Там ещё людей куча бегает. Сейчас кто-нибудь из них лут мой стрельнет и всё. И не докажешь уже. Там кто-то ледочервянный себя загорел. Ну нормально, пусть он их лупит. Всё, всё, всё. Успокаиваемся, червячочек. Сейчас стрелять будет. Всё, я опять умер, наверное. Не, короче, всё. Прощайте, ресы. Ну их нафиг. Я больше времени потрачу на вот эту вот беготню и смерти постоянные. Я лучше на базе пойду, сделаю секирочку и спокойно в шахту. Нам надо какое-то дальнобойное оружие сделать и пойти его завалить просто. Вот это вот фигнёй не мается. У нас тут уже, смотрите, всю землю обустроили. Нормально. База чуть-чуть развивается. Чё тут у нас? Дерево есть. А, так это мимик. Я думаю, чё он не открывается? Чё меня все обижают сегодня? Меня все убивают. Я чё, играть разучился, что ли? Или чё? Я не понимаю. Я больше всех умер на этой карте. О, всё, мимика этого убили. Чьи-то ресы подобрал. Ладно, я всё тогда сюда посбрасываю. Оставлю себе кирку и факела. И землю оставлю. Мне надо пойти накопать себе железо. Хотя бы кирочку железную сделать. А то развития у меня вообще никакого нет. Нормально они сделали. Хороший спуск. Только вот тут бы, конечно, верх лучше снять. Было бы побыстрее. Но каменная кирка это делать просто тысячелетие какое-то. Опа. А тут зомбаки у нас в шахте. Там ещё и зомби-босс. Да ё-моё, убери! Сейчас ты получишь, гад. Давай книгу только... Да сколько можно? Я не понимаю, чё за день сегодня такой? Что за унижение? За убийства постоянные и безустановочные? Я ничего не могу сделать. Когда такое было? Ну ладно, такое постоянно бывает, но это всё равно неприятно. Ну-ка, а чё там у соседей наших по развитию? Ну, они недалеко, честно говоря, от нас ушли. У них просто из камня база, а у нас из земли стены. Я побежал вниз. Опять тысячелетний спуск ради того, чтобы забрать свою кирку. Ну, тут Алекс уже железо добывает. Которое мог я добыть, но меня убили. Не, у меня ничего нет. У меня вообще самый худший старт. Я только умираю и всё, больше ничего не делаю. Надо один факел взять, а то я вообще не вижу, куда копаюсь. О, ура, я добуду хотя бы медь. Неужели я железо нашёл? А. Или не А, подожди. Сколько его? Тут три хотя бы будет? Да, три будет. Можно даже ещё и молот, наверное, сделать. Ровно пять железа. Цель выполнена. Я, наконец-то, на тридцатой минуте выживания... О, мне кирку подогнали. Это кайф. Вот это одобряется. Да ёха, я могу её подобрать сегодня или нет? На тридцатой минуте выживания я добыл своё первое железо. Свершилось. Но так как мне сейчас подогнали кирку, я вылазить не буду. Мне надо побольше руды всякой накопать для того, чтобы, ну, максимально полезным быть. Хотя бы постараться. Но то обычно я вроде как там суету навожу, а тут я хожу как балбес, умираю и ничего толком не делаю. Самому неприятно от этого факта, но и такое случается. О, мне тут ещё и топор подгоняют. Нормально. Без подписчиков никуда бы я не делся. Умирал бы, до сих пор бегал. Но тут бурительная установка Владислав... Ой, сори, сори, случайно. Владислав руды копает. Он жёстко. Апче. Я тут за ним буду ходить, подбирать всё, что он не раскопал. Мне надо решить вопрос с едой, потому что наши шахтёры голодают, ну, в том числе и я. И в зимнем биоме это сделать сложновато, потому что в зимнем биоме в основном-то чё, кролики бегают. Там изред какие-то барашки и прочее. Так что, наверное, я погнал наверх. Сейчас наплавлю железо, сделаю себе... А хотя чё мне? Топор у меня есть. Молот мне, наверное, сейчас не нужен. Потому что много у нас молотильщиков, так сказать. Я чисто буду едоносом. Ещё, наверное, вот тут немного поразрываю, чтобы быстрее люди поднимались. О, нормально, тут кто-то прокопал уже. Ну, ничего, мы скоро поровку сделаем и моментально подниматься будем, даже без лестниц. Вот это всё добро я тогда оставляю в ящике. Ну и пошёл в очередное путешествие. Это чё у нас за камера видеонаблюдения? Эл! Давай, иди отсюда. Ты чё, ещё здесь? Ты к нам хочешь жить с нами? Ну, мы ни формалов не принимаем в наш дом. Это разведчик, наверное. Паразиты засылают проверить, чё у нас тут по развитию. Кошмарить нас, не кошмарить. Я, наверное, пойду куда-нибудь на север. Может, из Тэчгана чё-нибудь найду. Было бы, кстати, неплохо топливными баками рожиться. О, вижу кур, вижу овец. Надо было ещё ножницы сделать на шерсть. Ну, хотя у нас тут галактик крафта нет, так что особой потребности в шерсти, наверное, мы и не испытываем. О, первая стадия паразитов. А прошли всего лишь сутки. Опачки. А вот и первый данжик из Тэчгана. Пластиковые листы. Это надо. Сейчас ещё и зомбаков надо поубивать. Э, всё, всё. Я здесь. Только с этой бубулдой надо поаккуратнее быть. А то как засадят промеж глаз. Ай, хорошо. Три хп у меня. По-моему, придётся подкопчик делать. Вот этот, наверное, последний. Да, всё, их больше не будет. Ну, шахтёрская каска. Неплохо. Можно ещё сундучок забрать отсюда. Контейнеры для строительства пригодятся. Правда, контейнеры не такие уж и дорогие. И на такое количество мы особо ничего не построим. Печки заберу. И кирпич. Потому что кирпич нам нужен будет для создания плавильни. Пока что этого хватит. Ладно, буду двигаться до... Ааа, на улице ночь. Ё-моё. А у меня ни хп, ничего. Ладно, тогда вот этих свинюшек забираю. И на базу проваливаю. Хотя не факт, что я добегу. И потом надо будет в этом направлении ещё пробежаться. Может, ещё какие данжики найду, пока их другие не собрали. Там он какой-то бесстрашный по ночам вообще бегает. Ой, хорошо. Ой, хорошо! Там какой-то заряженный вообще. На, всё. Я не добежал. Самое интересное, он изначально-то не стрелял по мне. Ему пофиг было. Когда я был максимально близко. Но мне сегодня дико не везёт. Я не знаю, что сегодня за день. Но я постоянно умираю. А, и этот говнюк прям на резах моих стоит, да? Да ну, с такой скорострельностью забей просто. Ну как тебя убивать? У него ещё дальность километр. Да я ничего толком и не подобрал. А, он за мной идёт, да? Он меня видит через всю карту. Сейчас я как-нибудь это попробую использовать. А, он всё остановился, да? Больше он меня не видит. Я не туда блок поставил. Теперь мне придётся рукой камень ломать. Ну давай, падай. Я ж знаю, ты где-то здесь. Ого! Руптеры уже на зомбаков нападают. Сейчас тут резня начнётся. На меня отсутствие кирки стопорит прям очень сильно. О, всё, на него напали, неужели? Давай, 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 гаси его. Всё, нету его больше. Но тут, правда, руптер ещё. Ага, и паразиты. Руптер опасный, кентик. Но мне пофиг, я иду рисковать. Мне надо свои вещи забрать. Как же сильно они поразлетались. Всё, я вроде как основу забрал. Теперь надо добраться до базы. Фу, неужели я залез? Ну слушайте, зато на нашей базе безопасно. Тут ничего нет. Только еду негде сейчас пожарить. Чё тут, Алик, сталь сразу делает, как я вижу. Надо сделать немного защиты. Больше у меня нет контейнеров. О, так они ещё печек понаставили. Ладно, тогда начинается нормальная прожарка мяска. А чё, я курицу потерял? А, нет, всё, курицу положил. Чё у нас по книгам? Бесконечность, нормально. Надо сразу лук делать. А есть палки у кого-нибудь? Нам надо наковальню сделать. Есть книга на бесконечность. Я думаю, лук начаровать. Потому что нам до огнестрела, но я не скажу, что прям сильно близко. Охо, уже алмазную кирку мне скинули. Да ладно. Чё, мы себе измельчитель можем позволить или обогатитель? Или ты им уж занимаешься? Нам прям надо спидранда наковальню. Песок? Сколько песка? Четыре. Сейчас пойду добуду. Песок там, где вода. А вода прям под нами. Да, вот там можно найти песка. Ну чё, пойду рисковать своей джепой. Ну а когда не рисковал? Э, давай уходи отсюда. Ё-моё! Чё за засада? Ну всё же спокойно было, а потом та-та-та-та-та по спиняке мне. А, стоп, я не в ту сторону пошёл даже. Давай убивай меня уже. Это называется сходил ночью за песочком. Ой-ёй-ёй-ёй! Нет! Нафиг, походу, в пещеру придётся убегать. А тут криперы! Давай драться! Всё, крипер побеждён. Зомби в золотой броне. Зомби-шахтёр. Хватит на меня нападать, дайте мне выйти отсюда. Кто ещё? Вот он, паразит. Чё, пробую выбраться отсюда, мне надо только каких-то блоков взять. Да буглинчики грёбаные, мешайте мне. Да, я погнал. Всё, всем пока. Ооо, там скелет с автоматом. Зомби с пистолетом ещё! Чё ж вас так много? Я обязательно выжил. Казалось бы, обычный поход за песком превратился вот в такую суету невероятную. Когда такое было вообще? Всё, миссия выполнена. На. Срочно лук нужен. Так, а кто бесконечность? А, я взял, нормально, всё. Я чё-то не помню, как я её брал. А, у меня ещё и лук улетел куда-то. Да есть же. А мне ещё на один лук хватает. Только палки нужны. Да, палок у нас больше нет здесь. Это надо за деревом идти, походу, будет. О, нормально, у нас тут уже систематизация идёт, механизация. А чё, еду всю вытащили, что ли? Ладно, раз такое дело, я пойду пока покопаюсь. Сделаю что-то на ковальню, а я пойду пока этот адресов подобываю в шахту. Только я сейчас, не знаю, чуть разгружусь. Если чё, для печки кирпич есть, если ты будешь её делать. Надо ещё перчатку Титаноса сделать. Я всё-таки крутой шахтёр теперь. И шахтёрский сет бы в идеале дособирать. Но только крафтить я это не буду, потому что это очень много прочной ткани уйдёт. Еду вот только спёрли, это обидно, ну ладно. А когда не воровали? О, арбузик созрел! Сюда его. А где у нас спуск в шахту? Чё-то я не понял. А, вот он он. Тут уже и лестниц по нас ставили. Вот это всё цивильненько всё у нас. Но я так понимаю, мне нужно всё подряд добывать. В идеале бы, конечно, железа побольше найти. Чё-то тут как-то так вырыто очень странно. О, там зелёные жалуются, что у них вообще кобздец на базе, их постоянно убивают. Это печально, у нас хотя бы с этим всё нормально. Не, я так смотрю, у нас вообще всё в целом хорошо, так вот у меня у самого проблема. Мне не везёт, а я постоянно умираю. Ну, тут какая-то пещера. А, ну её уже наши облазили. Хотя они всё отсюда позабирали. Вот тут и оловы есть, и уголь, и свинец. Ещё железо нашёл. Ну, слушайте, я уже как бы 24 железных слитка добыл. Этого почти на наковальню хватит. Так что я её практически отбил. О, да тут вообще же есть. Подожди, а почему тут застроено? Опасно, что ли, дофига? Ну, железа тут много прям. Так что я, пожалуй, рискнул своей джапой. А чё мне не впервые умирать? Да, тут как раз начинается та самая пещера, в которой никто ещё не был. Правда, в зомбаре много слышно. Страшновато из-за этого. Но у них там какие-то междоусобные войны. Ладно, я, в принципе, нормально пошахтёрил. Можно отсюда сваливать. Только вот единственное, я не знаю, где это самое сваливать. Можно, конечно, попробовать пройти по туннелю, который я сам отрыл. То есть здесь я поднимался. Тут у нас опять Владислав. Руды копает. И пропускает. Очень много. Да, он вообще злодей. Посмотрите, и олово, и железо, и всё, что только есть здесь, всё пропускает. Посмотрите на него. Это какой-то алмазный охотник. Он кроме алмазов ничего не добывает. Всё, на выход. Рыбалка, она на то и рыбалка, чтобы кайф получать, а не чтобы рез и таскать. У нас железо, остальное я в ящик скину. Чё-то новое появилось. Горящая стрела, мультивыстрел. Да, сюда это. Разрэдж, наверное, на лук не подойдёт. Да, это точно не для лука. Ой, стоп. Я бесконечность выложил. Разложение ещё вот. О, наковальня готова. Слушайте, я тут нить случайно в ящик скинул. Кто её уже скоммуниздил? Три нитки я в ящик положил. Да, мне нужна нить. Я хочу сделать лук. Он у барона, нитки есть. И надо дерево поломать, потому что у меня палок даже нет. Это кто такой? Чё он нас на территории забыл? Печать души 3. Это вообще, чё он пришёл сюда, я не понимаю. Да нас тут дрюни на эти челики отвлекают. Я пытаюсь лук сделать, пойти им помочь. А он тут стоит, смотрит на меня что-то. Так, сначала бесконечность. Потом вот это. Левела нет. Есть у кого-то седьмой левел? Там вообще хороший уровень есть. Пятнадцать. О, Влад. Давайте, короче, у кого прям вообще жёсткий такой левел. Влад, поднимайся из шахты, зачаруешь меня. Я на улице, я тебе скину сейчас, чё надо зачаровать. Или это другой Влад? А, нет, там два Влада. Вот это вот надо всё накинуть, если хватит левела. Начни с большой книги, где мультивыстрел. Если чё, внутри всё, вот эти там наковальни все дела. Да, еда нужна. О, хорошо. Жалко, что сырая. А, нет, жарено. Чё-то я текстуры перепутал. У нас немного душненькое помещение, нам бы его расширить как-нибудь. Ой, хороший лук. Какой же хороший лук. Просто посмотрите на это. Вот так. Тец, и всё. Минус тридцать тысяч паразитов сразу. Ну чё, пойду пробовать друнификатором помогать. Ё-моё, как же там жёстко всё. Ну-ка. О, я даже попал по кому-то. Ну, опасно, опасно. Могу получить по заднице, но куда деваться. Если у них всё будет так же плохо, как и сейчас, то это и до нас может дойти в любом случае. Но пока есть у меня такой лук, я думаю, разберусь. Самое главное вот этих поотстреливать, которые с Томпсонов там стреляют. Ещё могу, конечно, чуваков задеть, но ничего страшного. Бешеный Стив! Не это... Не выходи из воды, пожалуйста. Ты же конченый. Ох, ё-моё. Он меня нашёл. Ну не надо, пожалуйста. Не надо, дядя. Я свалился куда-то. Блин, как от этого убежать, дебила, куска вот этого? Ну, готов. Давай сюда пилу, давай сюда баки. Нормально. Вот она мне и награда за спасение. Хотя ещё никакого спасения-то я не сделал. Но я просто буду заливать в их сторону. Может, попаду там по кому? Мне ещё надо по бокам смотреть. Как же там много рупторов. О, чувака застрелил. Ну ладно, не страшно. Они сами туда ходят и проблемы создают. Им надо где-то откэдэшиться посидеть. Но я отстреливаю как могу. Ужас просто какой-то там происходит. Арт-обстрел! Вон ещё скелетон идёт заряженный. Я не хочу ближе подходить. На меня как-нибудь сейчас башка дурная кинется и всё. Чтоб вы понимали, они ходят и умирают быстрее, чем я убиваю паразитов, которые от них получаются. По-моему, надо ближе подходить. Но я так боюсь лук потерять. Вы не представляете. Или просто по кругу бегать, отстреливать. Вроде как бы урон нормальный у меня. Да, не повсюду здесь. Замбак какой-то. А он револьвер, может мне дропнуть? Нет? О, я полный сет собрал. Тысяча рупторов. О, уже на меня пытался напасть. Не-не-не-не-не. Выбери цель попроще себе. Не начинай с боссов сразу. Йооо, там внутри вообще кюнем. Страшно, страшно, страшно. Сейчас кто-нибудь меня сбоку течнет и всё. Я-то много ударов не переживу. Там один, два и всё. Ага. Где крысич? Опа. На меня теперь бегут. О, всё. Меня почти убили. Надо покушать. И, по-моему, надо отходить. Ночью тяжело это всё делать. Они просто ходят и умирают. Может, еды получится выбить? Там вообще с дробовиком челик. Самое интересное, он бегает с дробовиком двухствольным, а из него падают патроны на вот эти вот всякие штурмовые винтовки, на пистолеты. По-моему, ещё один такой же с двухстволкой. О, как тут много еды. Ой-ой-ой, окружают. Сам по себе попал. Да, сам себя убил. А, нет, я выжил. Чё не так жёстко отлетают эти стрелы? Да, они очень сильно отлетают. Вблизи вообще лучше не стрелять. Там опять этот бандит дурной. Всё, дострелялся. Чуть-чуть постреляли и хватит. Чё за книга? Приманка один. О, можно на удочку накинуть. Да, из еды, конечно, ничего нет. Слушайте, у нас есть на базе еда. Можете мне её спустить? Тут ещё мимик этот дурацкий. Я с северной стороны базы снизу. Да что ж такое? Блин, меня этот лук бесит. Я стреляю в моба, и меня просто убивает рикошетом. О, хорошо, что это. Он у меня с печатью души, он у меня вернулся. Ладно, я вообще в тупую побежал помогать тем древнификаторам. Иначе они нам всю карту засрут сейчас, и у нас миллионная стадия будет. Ну вот, опять. Я просто взял, сам себя поджёг. Наконец-то день настал. Сейчас можно плотно зачистить. Как же их здесь много наплодилось. Ну что ж там мешает, а? Да, многовато тут у них, конечно, рупторов. А, они просто сюда прыгают и умирают бессмысленно. Ну их цивилизация была растоптана, честно говоря. О, там чьи-то резы. Ай-яй-яй-яй, я опять поджёгся. Нет, не успел. Ха, сгорел. А лук? Лук вернулся. Это кайф. Ну ничего, я не знаю, но около сотни паразитов точно там завалил. Там остались просто единицы. Стоп, не до точки смерти надо обязательно сбегать. У меня же там всё-таки пила. А пила это не хухры-мухры, это мухры-хухры. Ещё и лук надо починить. О, хлеб. Так, а где мои резы? Он где-то здесь. А, это наш. Барон, ты резы подобрал, нет? Там пила была, баллон. Ну вот тут точка смерти у меня. Меня убили здесь недавно. Там резы лежали. Ну мне кажется, это этот нефр подобрал. Он где-то вот под нами прям. Или он в шахте бегает. Непонятно. Ну короче, походу это он забрал. Вот этот чел, который к нам на базу приходил, мне кажется, это он мои резы забрал. Потому что вас тут двое только. Ладно, я пойду дальше им-то помогать зачищать. Они ходят, умирают, там ещё больше паразитов делают. У них тут даже кирпичи заразились, настолько всё плохо. Ну слушайте, вроде как основа уничтоженная. Да, тут осталось, я не знаю, максимум пару рупторов. Я думаю, они с ними разберутся сами. Да ну, да есть же. Откуда ты тут взялся вообще? Всё, на этом моя зачистка оканчивается. Эх, сейчас последних только добью. Что за книги я подобрал? Подводная ходьба, огнеупорность 4. А у нас есть нити ещё? Я хочу лук починить, то я весь сломал, пока бился там. Давайте тогда с миру по нитке, как говорится, соберём. А куда дели наковальню? Опа, арбузы. Может она просто закинь там палки, чинится? Нет, не чинится. Нужен лук. Ещё есть нити у кого? Ладно, тогда придётся делать нитки из шерсти. Что у нас по механизмам? Да, у нас есть измельчитель. Делаю лук и делаю починить его. Всё, 9 левелов и новый лук у меня, можно сказать. Этот лук даже получше огнестрела будет. Вот я перед тобой, сзади, вот. Это тут, конкретно здесь. Повернись, пожалуйста, чуть-чуть. Ну, блядь, в другую сторону хоть раз ты повернись. Куда ты убежал? Наконец-то он меня увидел. О, даже штаны себе сейчас чуть починю. Уф, сочные поживки за ночь. А где вход в базу вообще? А, вот он. Я ещё сделаю себе удочку и буду её по чуть-чуть зачаровывать. У меня один левел, мне хватит? Нет, два надо. У нас самый удобный выход. Капец, тут раскопки устроили жёсткие. Надо это всё пособирать, нам резь пригодятся. Слушайте, только же ночь была. Почему опять ночь? Чё-то быстро как-то. Давайте вот этот слой тогда булыжника заменим на землю и просто дофига ферм здесь сделаем. Чтобы у нас с едой вообще никогда проблем не было. Во, давай, чел сейчас будет ломать, а я буду ставить. Самые быстрые работники просто на этом сервере. Сейчас мы такое тут наделаем, ё-моё. А чё у них там опять в этих удрюнификаторах? Плохо что ли всё? Ну да, вон я вижу бегают постоянно. Ха-а-а, что? Джон Си-ту-ту-ту-ту-ту. О-о-о-о, ма-лайф билайк. Не, базе гэгэшен. Мне надо как-то так прицелиться, чтобы по криперу попадать. Ой, а по чуваку попал. Да, всё, вон, Аджара Гуджурнал. Вот это кайф там. Слушайте, а мы удачное место выбрали для постройки. Я стою наверху, чисто кофёк попиваю, смотрю, как там базу дрюни взрывает. Вот поэтому надо было на горе строиться, а не под горой. Ха. Да-а-а. Да-да-а. Тут люди делом заняты. Он катается, иди вот эту вот гору вот туда теперь перенеси, за то, что ты ничего не делаешь. Ты гребанная паутина, никак её убить не могу. Ого, чё начинается-то? Уходи давай отсюда. Опять паукообразное это вещество. Да у меня земли миллиард. Так, ладно, вы тогда продолжайте строить, а я начну вот это вот всё же дело засаживать. Сюда же, по идее, никак не залезут? Ну, тяжеловато будет им залезть. Хотя могут. Надо, наверное, чобулыжникам тогда донести эту стену. Да, придётся тут чобулыжника поставить, всё-таки руптерастеры могут пробраться к нам. И ещё антизалаз обязательно сделать. А, они сразу контейнерами начинают ставить. Ладно, я тогда не буду стену выставлять. Я сразу начну лить воду, что-то пытаться засаживать туда. Что опять? Что у нас за перепланировки каждые три минуты? Я не могу этот вход найти вечно теперь. Вот каждый раз, когда возвращаюсь на базу, вход всегда в другом месте. Сделаю себе два ведра, чтобы не бегать постоянно за водой. С бесконечного источника сворую немного. И надо посмотреть, что у нас по семенам вообще есть что-то. Кости мне нужны будут тоже. Вообще по семенам ничего, по-моему, нет, да? А, есть картофель один. У картофеля костная мука. Ещё немного семян пшеницы. Вот с этого и будем начинать. Только мотык мне надо будет побольше. А дерева у меня на это нет. Я с собой ещё, наверное, один верстачок прихвачу. Всё, погнал на работу жёсткую. Пипа. А он сначала нас кинул, пошёл в другую армию. А когда их начали выносить, к нам захотел. Всё, пусть там теперь сидит. Будет знать, как своих кидать. Но я воду в хаотичном порядке буду разливать. Не хочу особо высчитывать здесь ничего. Климат у нас тут, конечно, не самый приятный. Но, думаю, картошка расти будет. Она тут ещё и замерзает, вода. Блин, блинский. Надо тогда тут факела ставить. И, по идее, тогда она не будет замерзать. Сейчас проверю. Ладно, тогда вот так сделаю. Вот так точно она должна будет растаять. А чё, факела не топят, что ли, лёд больше? А если сразу поставить факел? 2-4 факела надо. Ну, тогда вот по 2 будет стоять. Ладно, надо тогда высадить картошку. Кинуть костную муку. И она, конечно же, не вырастет. Потому что костной муки мало. Ну да, вот эта вода вроде не замерзает больше. Всё, перепахал здесь. Оно, конечно, будет в каких-то моментах засыхать. Но, ладно. Вон тут люди тоже продолжают делать. А я пока, наверное, сбегаю и дрю не помогу. Может, заодно там и еды выбью. Вот у них вот эта суета опять на базе. Вон что-то люди стоят там, осматривают. Сейчас спущусь, посмотрю. Мне бы только поесть что-нибудь. Надо, наверное, на рыбалку сходить. Ох, этого яйцо крипера. Где у них там эти злодеи? У них спуск в шахту просто замурован паразитами. Как же много книг. Плавление. Ой, хорошо. Джаггернаут. Только вот из-за своих же стрел я ни черта не вижу практически. Вон, резы чьи-то валяются в шахте. Я бы книги у них поконфисковывал. А остальное я как бы и трогать не буду. Это же их. Добыча 3. Во, это наград за то, что я базу спасаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чешуйки сейчас сожрут меня. Опасно, опасно, очень опасно. Рыбка валяется еще. Нет, стоп. Не то я выкинул. И опять не то я выкинул. Я бы сурово лосося поем. Ладно, все, я назад. Я вроде как зачистил там все. Да, нормально. Что в итоге? Добычу 3 я получил. Плавление. Ну, нормально. Меня это устраивает. Надо сделать алмазную алебарду, накинуть добычу и идти еду выбивать, наверное. Слушайте, а у кого-нибудь есть алмазная алебарда? У меня просто книга на добычу 3 появилась. Я могу начарить и пойти еды подобывать. А то у нас немного туговато с ней, пока фермы нет. Я за алебарду тогда это дам. Пилу пригодится. На, будешь обороняться. А, еще знаешь, что есть? Короче, есть 2 топливных бака. Если получится, может, ранец как-то скрафтишь. Я попробую плотно тканина выбивать. Так, чарую ее на добычу. Что еще можно сделать? На кирку плавления рановато. Надо плавление вместе с дроблением накидывать. Поэтому я тогда вот это сейчас все оставляю здесь. Мне бы еще в дорожку, конечно, немного еды раздобыть. А кто-то может дорогу мне чуть еды дать? Я потом нормально так принесу. У меня просто 3 сердца, очковый идти так. О, нормально. Хлеб, деликатесы. Нет, Томпсон не надо. Я пока по средневековому оружию. Возьмите Орита. Ммм, а я же знаю, где он. Да ладно, все, я пошел, короче. Меня тут чуть накидали. Главное, с горки поаккуратнее спускаться, а то я все хп так потеряю. Новая база у них, они переезжают. База Дрюни, новая база. 50 метров. То есть они, по-моему, на горку приподнялись. Я ушел, пока ушел, подождите. Там наши уже ад пытаются осваивать, но у них немного не получается. Нормально, сейчас совет с мяса набью кучу. Мне нравится, как с курицы падает по 3 курятины с одной. Это же офигенно. Опа, а там данжек. Стоп, там еще и метеорит. Но это другой метеорит. Блуди про юго-запад что-то говорил. Вижу снайпера. Надо пробовать его сдалека убрать. Только стрелы рандомно летят. Ну, вроде как вырубают неплохо. Третий будет? Не повезло им, да? Построили базу и на них метеорит. ТТ-ш сразу. Да, давайте свои трусы. На, хорошо он мне дал. Но я еще лучше ему надавал. Что-то бронька. Антирад, антирад. Я сразу закину обратно. Давайте драться, сражаться. До крови, до смерти. А что, все, никого больше нет? Булины, ящики, железные блоки. Все это посломали. Опа, пластик. Хорошо. Штанишки новые. Вон там еще ящик замурованный один есть. Ну, тут такое себе. Правда, пластик есть. Это очень хорошо. Я еще залезу в метеорит. Надо пресс отсюда вытащить. О, вот и на сундучок. Только, правда, он очень долго ломается. Кремниевый пресс. Пойдет. О, на улице опять темнеет. Да е-мое, я только вышел. Вон уже костлявый дружбан меня ждет. Но костлявый дружбан получает бан. Из еды тут ничего толком нет. Только кролики. Кроликов не хочу трогать. Можно возвращаться назад. Курицы, бараньи немного добыл. Сейчас, кто мои, кого я не добавил. Вы там пока на гору залазите. Которые в контейнерах. Я вас добавлю в тиму. Давай мне 40 деликатесов. Че, один всего? Да ну этим не наешься. Ого, вооруженные гадости. Нормально садят. Да тихо! Успокаиваемся. Яблочки. Это хорошо. Это сразу употребить. Конечно, этих мобов тоже бы алебарды поврезать. Потому что с них очень хорошие вещи могут выпасть. К примеру, миллиард еды. Там руптор-босс с щитом. Блин, лук вообще не пробивает его. Че за книга? Взрывоустойчивость. А есть книга стрессоустойчивость 40? О, железо сразу дает. Я, наверное, бронь по коцу не буду выбрасывать. Тут одни шахтеры. Где фермеры? О, вот он фермер. Смотрите сразу сколько еды выпало. Еще один фермер. Ай, хорошо, как-то как! Да уйдите, уродцы! Зато дропа дофига. Еще и Томпсон выбил. Солдафон, давай дроп свой. Пофиг вообще. Двать, у меня стрелы прямо передо мной выпали. Это фотошоп или реальная фото? Отомсти в бешеный! О, банши дурная! Уходи! Придурашная! Все. Нормально. Нормально. Гребаная банши! Как же это было неожиданно! Ха! Слайс к Дрюне пришел, чтобы помочь им выжить? Нормально он придумал. А, меня застрелили. Кайф. Столько народа, он именно на меня агрится. Дурацкие бандиты. Надо на спауне турелей понаставить. А, классно. Еще мою еду украли, которую я выбил. Я надеюсь, я рез смогу забрать. На! Не, Владик красавчик вообще, вопросов нет. Вот он тут, дурак! Неадекватный! Да, меня сзади долбанули. Лук, вернись, лук, вернись. Сколько у меня там? Печать души 2. Скоро он перестанет возвращаться. Он меня через всю карту видит, ему вообще пофиг. Он уже умер? Да, он уже умер. Хорошо, еще топливные баки. Да гребаные вооруженные! Ладно, я с пилой полечу на них. За лут рвать надо, просто рвать. Если его, конечно, еще не забрали. Хотя нет, валяется. Не-не-не, руптор, не надо, не стоит. И как это все уместить? Самое главное, еда. Без еды вообще никуда. Не знаю, вроде как основу забрал. Да, основу я точно забрал. Все, можно сваливать. Зато у меня 49 прочной ткани. Это 100% можно ранец крафтить. Фу, я на базе, да ладно? Алекс, на это, на планер. А еще вот, кстати, тут для мехов пригодится, я думаю. Надо вне очереди еду в плавящий механизм закинуть. Что там, по этому баранцу Алекс есть продвижение? А, пса же была. Я где-то вещики видел, там лежала. А, или уголь, подожди, что? Не, блин, я не знаю, я пока, наверное, с луком побегаю. Ну, хотя, спасибо. А есть баки? О, нормально. Сейчас у меня и паровочка будет. Ну, когда у меня появится ранец, я смогу ходить прям в такие, в полноценные путешествия и прям жесть жестко добывать ресурсы. И наше развитие станет тогда еще быстрее. Вот тут мне накидали обсидиана. Где ты есть? Или ты в шахте? На меня есть калаш, но нет на него патронов. Так что пусть он пока полежит, а я с луком побегаю. Я так понимаю, он уже заканчивает ранец. Он сейчас будет крафтить ракеты. Как же у нас тут народа много. Что там у дрюнификаторов? Да, они тоже решили взобраться на горку. Ну и в целом, вроде как, развитие у них нормально идет. Они от нас немного отстают, но потому что, блин, это их вторая база уже все-таки. Ух уж эти мимики лазят тут. Ура, ранец! Все, я сразу в путешествие тогда погнал. Ну-ка, что у нас тут по ферме? Арбузики, вижу, вырастают. Нифига, они тут что-то отстроили себе даже. Что это? Это склад. Ага. То есть у нас два склада получается. Я не знаю, что-то на запад полечу. У нас еще звуки забаганные, значит очень много мобов рядом. Чтобы найти всех мобов, мне нужен будет сканер. Вот такой вот сканер. Делается он несложно. И надо будет еще модуль на монстров. То есть кость. Ну да, вообще ничего сложного. Пигмент либо зеленый краситель. Но, блин, для этого пустыня нужна. А у нас тут вечная зима, как я понял. Опа, ледочерфь. Здравствуйте. Давненько мы и с вами не виделись. Пора бы кое-кому отомстить за то, что он меня убивал постоянно. О! Нет, так я его долго буду убивать. Ну-ка, а сейчас салебарды. Ого, нормально, он дамажит. Тихо, отпусти меня. Э, в смысле отключенные полеты? Я их сам включал. Блин, я сейчас могу из этого умереть? У меня же ранец отключится. А я буду ждать, пока он горит. У него там, по-моему, бронь какая-то. Его не пробивает лук. Ой-ой-ой, морозит сильно. Э, ты че набучился, встал? Давай! А, убежал. Пила нормально дамажит его. Но мне хп может не хватить. Ладно, мужика. Давай! Все, загасил гадость. Кристаллы льда. Сделать ничего нельзя. Можно поморозить. Нормально. Буду толпы паразитов сносить так. О, тут барашки подо мной. Надо с них еды повыбивать. Опачки. Подождите-ка. Тут же может быть секретный проход. Да. Житель. И зомби-житель зараженный. Священник. Только жалко, мы его до базы не дотащим. Яблочки. Можно будет что-то с этим придумать. Так стоп, я прямо сейчас могу его вылечить, нет? Зелье слабости. И яблоко. Он же должен вылечиться, нет? По-моему, нифига. Ой, ну и фиг с тобой, сиди тут. Я-то я дальше полечу. Вон, тут еще куча барашков. Прям вообще миллион их здесь. Но только данжей в этой вечной зиме вообще никаких нет. Хотя нет. Имеется. И неплохой такой данжик. Только, блин, тут сейчас вертолет появится. Он же появится или нет? Да, он появился. Буду его луком сносить. Ага. Я же сейчас появлюсь и умру. Вы когда-нибудь сбивали вертолет с луком? Первобытный человек сбивает вертолет. Ну как, полупервобытный. Да, запилю тебя, говнюк. Да сколько можно его долбить? О, наконец-то. Сейчас, баба. Давай сюда. Что там, кибернетические запчасти, три штуки. Нормально. Все, теперь надо данж зачищать. Тут куча вояк сейчас будет. Что, они даже не видят меня? А у тебя-то пора лишнего нет? Мы просто неделю будем это все разбирать. Давай, я тогда камни накопаю. Это верстак поставь пока. Все, сейчас начнутся раскопки серьезные здесь. Ну пока такая фигня выпадает, честно говоря. Да, нечисть не даст нам спокойно поживочки забрать отсюда. У тебя все место есть? Подходи, собирай. Че ты выпендриваешься, козел? На! В голову тебе. Ну вроде как все, забрали отсюда. А, вот тут еще валяется всякого. Да отвали! Ладно, я наверное на базу погнал. Я могу себе даже немного магазинов на коллаж зарядить. Но это на крайний случай. О, Крокич! Ну-ка, что у них там? Ну слушайте, выглядит нормально все. Цивильня. Слайс уже тут мехи делает. На тебе. Табельное оружие. Вон тут чувак с крыши отсаживает по полной программе по бедному зомби. Я им чуть помогу, а то на них вообще какое-то нападение колоссальное. Со всех сторон мобы лезут. Может с ними поторговаться? Я посмотрю, что у них есть. Я трогать не буду, как бы просто взглянуть. Удача есть, мультивыстрел. Я надеюсь, они не думают, что я их обворовываю. Озарение 3. Хочу купить озарение 3, остроту 4. Я их сейчас возьму в руки, эти книги. Я надеюсь, он понял, что это я у них книги взял, ему скинул, показать, что я вот это купить хочу. На, короче, давай мне книги. Да, озарение и острота, это нормально. Просто у нас по ресам вроде нормально, по рулочку можно организовать будет. О, нормальная тема. А у нас чё там этот, по стали, по бронзе на паровку хватит, а то я книги хорошие выкупил у типов. Ну вот я вижу, сталь делают. А, он тут ублудит, часть есть какая-то. Не, я вообще знаю, как можно себе быстренько паровку сделать. Я просто сталь по-другому сейчас начну крафтить. Мне просто надо два раза здесь железо прогнать. А вот она уже и стальная пыль пошла. О, ещё и бронза есть, нормально. Сейчас сразу начну, да, пластины делать. Из пресса бронзу не воруйте. А тут пипишку отрежем, блин. Он мне, говорит, пару топ-книг даст. Острота 5, дробление. На тогда тебе вот это. О, да, платины нормальные. Может, все молот тогда сделать сразу, начать чарить? На тогда тебе этот разборщик, а я буду с молотом бегать. А я вон в печку закинул уже. Молот алмазный нужен кому-нибудь? Запомни, же есть одну ты фразу. Ж есть, всё будет, но не сразу. Там, смотрите, короче, будет 7 пластин или 8 правой брони. Можете брать себе. Я просто забыл, что у меня нагрудник был. Мне надо это всё вернуть на место, но только он не влазит ни черта. О, у нас тут ещё какие-то книги есть. У нас дерева нет вообще. Что за фигня? А, вот пару кусков. Я 3 кибердетали приносил. Но могу повыбивать пойти ещё. Это чё за суета? Вылезла из подвала, пилите его. Вот это дерзкие свиньи, конечно. На молот сразу надо накидывать озарение. Ну и дробление. Блин, а где-то была книга на плавление. Слушайте, а на плавление не видели книгу? Сто-пудово была где-то. Наверное, потеряли её или использовали. Ладно, чё, погнал тогда в ад, выбивать, добывать, богатеть. Где-то тут должен быть портал. Да, потому что свиня снизу пришла. Там ещё один вылез свинь. Чё у вас здесь происходит? Ой, хорошо, ой, хорошо. Вот это меня зажали сразу. Я еле выжил. Вы чё, уроды? Нам бы ещё острый меч выбить. А, так у нас портал сразу в крепости. Я думаю, чё эти гады сюда приходят? Ай-яй-яй-яй! Пороси, не стреляй! А чё ты в моём шлеме ходишь? Баклан! Я, походу, не один тут умер, да? Чё за суета у нас там в аду происходит? Меня опять убили. Они какие-то сильные. Я, конечно, пытаюсь уживать как могу, но чё-то не получается. Ещё бы, конечно, нормальный заход на базу сделать. Вообще бы было идеально. Ну, кто это сделал эту дырку? А, это даже не наш чел вообще. Не, нас в аду просто обоссали. Да тут армия целая! Почему так много? Слушай, тут вообще очко. Лучше уходи отсюда, чувак. Короче, хоть какая-то часть ресурсов. А платиновый молот никто не находил? Алибарду зачарованную. Я сейчас в обычный мир выйду. О, да, это моя алибарда. У меня только ранца нет. Я подобрал чей-то этот. Реактивный ранец такой из механизма. Ну, в целом я ничего так-то и не потерял. Баки ранец у меня, ботинки я сделаю. Кстати, у меня и киберзапчасти есть, я набил. Тогда вот это я всё в ящик поскидываю. Ну, буду с чем-то Томиком бегать. А кто-то с моим калашом, значит. Ну и с ботиночками надо, конечно, решить вопрос. Всё вроде как восстановил. Да, конечно, там что-то потерял, но... Ладно, хотя бы не всё. Мне бы ещё еды набрать. Только где? Пойду на улицу выйду, посмотрю, чё там по обстановке. И за одну левела надо набить, походить. Нормально, сейчас и Ресов с них понавыбиваю. Чё, тебе щит не помогает твой, да, против огнестрела? Прочность 3, неужели? Я его на лук наложу и всё, его надолго будет хватать. А, всё, мобы пропали, уже рассвет. Тут ещё один метеорит. Хотя, судя по булыжнику, здесь кто-то был. Или нет? Сейчас проверю. Не-е-е, никого тут не было. Логический и вычислительный пресс. Полетают тогда ещё животных поищу. Всё-таки потребность еде у нас по-прежнему сохраняется. Опа, данжик. Ну, прямо тяжело вериться в то, что в нём ещё никто не был. Да, тут никого не было. Давай, появляйся. Выходи! ТПС-ик страдает немного из-за того, что там люди ад пытаются освоить. Ты чё залетел сюда, пернатый? Всё, неужели я тут всё дофармил? Я хочу все кирпичи отсюда вытащить. Ещё один ледочарф. Блин, а у меня же сейчас этот Томпсон есть. Он чё, просыпаться даже не будет? Алё, подъём, тебя убивают! Нормальный ты. Даже и не проснулся. Я хочу нормальный подъём на базу сделать. Сейчас я пойду булыжника наберу, наделаю ступенек. Вот это вот надо всё тут поскидывать. Хлеб себе оставлю. Надо что-то кушать. О, можно из диорита сделать. Там не так очень много надо. А чё, ступеньки не крафтятся, что ли, из диорита? Ладно, тогда ступеньки будут из булыжника. Вот здесь у нас получается спаун. Правда, тут надо будет немного пропаркурить, но я не считаю, что это сложно. Вот такие вот нормальные ступенчики. Немного, конечно, декорчика надо ещё добавить. Вот, это просто идеальный подъём. Дорога в рай, не иначе. Ещё бы, конечно, факелов сюда поставить. Чтобы ночью люди не заблудились, ну и чтобы ночью тут никто не появлялся. Дерево у нас, по идее, где-то сверху должно быть. Тут же вот эта основная ферма. А чё, ящиков нет, что ли? Ладно, тогда сам добуду. О, первопроходец по моей дороге. Сейчас посмотрим. Раз. Два. О, как! Он справился! Значит, вот эту вот гадость можно всё убирать отсюда. А вот это вот для чего вообще строят, я так и не понял. Не знаю, к чему нам этот навес, но мне надо делать заступ, чтобы его снять полностью. Кто-то вообще рудой подстраивался. Отчаянные мужики. Все остальные подходы надо просто пополомать, а то они карту нам засоряют. Ну-ка, чё там у дрюнификаторов? Хух, у них даже подхода красивого нет, как у меня. Ха-ха-ха. Ну, уже смотрите, в паровках почти все бегают. Слушайте, на ферме особых-то движений нет, и никто не занимается. Надо попробовать тогда чуть-то пособирать урожай, рассадить. Особо-то семян у нас нет, потому что, ну, тут поблизости толком-то и трава не растёт. А тут есть что-то? Нет, тут просто урожай. Застраивают контейнерами. Надо, наверное, помочь в этом. Или мы ферму не будем застраивать? Только вот знаете, в чём проблема? Когда у паразитов будет высокое развитие, они будут снизу-вверх к нам копаться. И вот эти наши контейнеры особо не помогут. Я сейчас хочу турелями заняться, поставить их на территорию. Или вообще на спауне воткнуть несколько турелей, чтобы они мобов убивали. И если какая-то, ну, так сказать, заварушка начнётся, чтобы он на спауне был засран. Но для этого мне надо будет раздобыть стволов. Сам крафтить я их не хочу. А самый простой способ раздобыть стволы, это найти данж. И вот как раз я на север особо далеко не летал. Может быть, мне повезёт, там, удастся найти корабль. Было бы вообще славно. Опа-чки. Летучка. Опасная тварина. Отойди! Блин, а мне её толком-то и убивать нечем. У меня же из оружия Томпсона только. О, да тут ещё и не одна летучка. Я не знаю, я её вообще с лука... А, чё? Буквально с двух попаданий я её вынес. Опа. А тут призыватель. Сейчас как раз могу посмотреть, сколько лук дамажит. Руку ему снёс. Ну, ему чё-то особо не нравится, если честно. Надо его с Томпсона подолбить. Блин, как тут много мобов. Не, слушайте, такие дела тут происходят. Наверное, я в путешествии не буду ходить. Потому что паразитов тут, ну, прям слишком много. Надо, наверное, возвращаться на базу и тогда самому всё это крахтить. Потому что против таких паразитов, ну, того же Калаша явно не хватит. Надо делать, наверное, будет лазерную винтовку. Но для того, чтобы сделать лазерную винтовку, нам нужна реакционная камера. Реакционкой у нас занимался Алекс. А так как сегодня, ну, уже другой день съёмок, мы это всё не одним днём записываем, он сейчас не дома. И придёт он попозже. Поэтому он говорил, что можно зайти на его АК и, ну, взять оттуда ресурсы. Итак, я передал все ресурсы, которые у него были. И, как можете наблюдать, ничего готового нет. Нет, есть только заготовки. Ну, а чё, а когда я не делаю реакционку? Мне надо сейчас начать делать корпусы. И для корпусов мне не хватает химической лаборатории. А для химлабы мне не хватает всего. Девять корпусов есть. Из этих корпусов нужно делать стекло. Я не помню, сколько там стекла надо. А, 18 стекла надо. Многовато. Опа, слышите у нас тут паразю где-то? Надо выходить, убивать сразу его. Да, прям на базе Рикер гуляет. А, так нам прокоп сделали. Прям прокопенко нормальный такой. Тащите контейнеры, будем застраиваться. У меня инвентарь полный, с ним нельзя особо бегать. Во, всё, сейчас форс этот застрой там пойдёт, я думаю. Ещё надо усиленное стекло делать. Хорошо, что у нас индукционная плавильня есть. Только надо где-то взять свинцовую пыль. Вот этого прочного стекла потребуется много, поэтому я прям, наверное, на весь обсидиан его накрафчу. Только тут ещё придётся поломать немного. Да, крышу придётся перенести. Да ооо, там Golden Creeper на помощь зовёт. Да мне бы самому кто помог. Чё-то у них там опять какая-то фигня начинается. Мне и хочется сходить посмотреть, и реакционку хочется закончить. Слушайте, реакционка готова. Займитесь, пожалуйста, лазерным этим автофокусом, или как он называется, фокус-чпокус-мокус. И сундук из небесного камня, не трогайте ничего. Я туда эти алексовские рейсы сложу. Ну, тут ещё и часть моих. И пойду дрюнификатором смотреть, что у них там. А, и ещё у кого контейнеры, застройте реакционку сверху. Там нужна небольшая комната будет. Блин, у меня сейчас лук сломается, надо лук починить. Шерсть придётся тогда передробить, потому что другого способа получить нитки пока у меня нет. Мне нечем пока помогать, подождите немного. Я тут не успеваю вот этими всеми движениями, движениями, перемещениями заниматься. Где там моя ночевальня? 17 уровней! А есть кого-нибудь 17 уровней прям срочно? Вон я скинул, почини, пожалуйста. Сначала зачарованной клади, потом обычной. Всё, спасибо. На тебе за это пыли можно понюхать. Поехали смотреть, что там за суета. Ну, я надеюсь, они уже разобрались. Хотя, судя по тому, что... О-хо-хо-хо! Понятно! Они ещё не разобрались. Туда можно влетать, нет? Если я здесь умру, ресы мои никогда не вернутся, если что. Ну, здесь вроде всё. Ну, тут ещё где-то я слышу очень много паразитов. А, вон, смотрите, закрытый. Ё-моё, там арахнида, по-моему. Да, арахнида. Да ещё и адаптированная. Её убил. Вот она, кученция тут гадости. Ну, нормально, я с ним быстро разбираюсь. Наши соседи вечно создают какие-то проблемы. Гад киндерман, я ж тебя поймаю. Вы только посмотрите, этот чёрт таскает и таскает сюда всё новых и новых паразитов. Ой-ёй-ёй, эффект какой-то кинул. Я, пожалуй, отойду немного. Кинул раз, кинит два, как говорится. Надо срочно отхилиться, иначе хана мне. О, тут маяк ещё. Блин, тут чёт сет валяется. А, это крипера, наверное. Блин, что они? Вот эти голые лазают постоянно туда. Видят же, что зачистку проводят тут. Чё-то люков понаставили каких-то. Да. База смертников. Ну всё, здесь всё вроде нормально. Пару буглинов осталось, да и всё, это небольшая проблема. Почему они буглинов не убивают? Они же в рупторов могут превратиться. Ну где-то ещё паразюка слышу большого. Должно быть скопление, потому что звуки аж лагают. О, халявный опыт. Ну как халявный, нифига он не халявный. Книга на добычу 1. О, лонгарм, здравствуйте. С ним куча рупторов. Сейчас просто заливать их буду. А, ещё и по себе попал. Ура. Просто какое-то бесконечное количество паразитов. Ну, вроде как всё. Базу их отбили, да? Да, всё нормально. Они живут, выживают. Закрою люк, чтобы к ним никто не залез. Мондукатор. Мондукаторов сюда нам не надо. Какие-то глисты лазят непонятные. Опа. Чё это такое? Кто-то тут в паровке умер. Да, зажигательные патроны. Ну, пойду отдам. Это же вроде как не наше. Пусть они там сами разбираются, где чё. Блин, ещё одна арахнида лазит. Да вы чё? Точно надо турели ставить на спаун? Мимик, наверное, да? Ну, конечно, мимик. А кто ещё? Эээ, а чё с подъёмом моим красивейшим? Какие-то нефоры сломали его. Тут руда валяется. Чё происходит на карте у нас? О, дайте сапоги от паровки. Они у крипера. Я им вернул всё. Чё там, как успехи? Какие баллоны тебе нужны? У меня их у самого мало. Вот, за тебя лежит. Ладно, пока он делает лазерный автофокус, я буду делать всё остальное. Пластиковое ложе надо будет сделать. Где-то в сумках был пластик, по-моему, да. Пластиковое ложе. Механическая карбоновая деталь. Это я где-то видел тоже, но, наверное, я это всё потратил. Но ничего, это можно сделать. Мне только палка Блейза нужна. А палку Блейза я смогу сделать из огненного порошка в компакторе. Но он же у нас есть, я надеюсь. А, вот он он стоит, спрятался. Всё, нашёл. И теперь мне нужен обычный пресс. Всё, сейчас у меня будут карбоновые детали. Электрумовый ствол нужен. Электрум это золото и серебро. И всё это я закидываю в индукционную плавильню, чтобы не дробить. Смотрите, тут сразу по два выплавляется. Энергетическую ячейку придётся делать в фабрикаторе. А у нас он же есть или же нет? Ну, у фабрикатора нет, я так понимаю, да? Зато реакционку с крафтили каким-то образом. Понял, у нас зомбак по территории ходит. Ну, в целом, это нормально. Надо, знаете, чё, ещё на базу дрюни сбегать. Посмотреть, у них фабрикатора нет. Всё-таки этот турель как бы на общее благо будет ставиться на центр. Я думаю, они не будут против, что я им воспользуюсь. Ну, если он есть, конечно. Да, им до фабрикатора ещё, конечно. Ладно. Ха! Пошёл я. А чё у меня по-кибернетическим осталось? Три штуки? Это надо ват валить ещё выбивать, получается. Да чё там опять у дрюни мне в чат пишут? Я ж только что был секунду назад. Но то, что они рядом ходят, это как бы не страшно. На то она и база, чтобы в неё не заходили. Ну и в чём проблема? Тут всё нормально. Да что такое? Откуда у нас зомбаки здесь берутся? Рез из корабля. А там кибернетических запчастей нет, случайно? Опа! Ещё три! Всё! Зарел, сделаешь фабрикатор? Я тебе дам киберзапчасти. И чё там ещё надо посмотреть? А, ну механические детали карбоновые могу сделать. МЕ делаешь? Ну ладно, тогда я займусь. Чё? Нормально, Руптор прыгнул! Алё, ты где там? Укреплённый сплав есть, теперь мне нужна продвинутая схема управления. А мне как раз, по-моему, прям в упор хватает. Да, две схемы управления. А был бы кактус, было бы дешевле. Ну и остались моторчики только. У меня они есть. Восемь корпусов готово. Из четырёх придётся сделать усиленное стекло. Но усиленное стекло кто-то усиленно спёр. И, конечно же, надо будет сделать ещё контроллер фабрикатора. Но для контроллера мне потребуются ещё две микросхемы. Ну и в целом фабрикатор готов. Только вот куда его ставить? Где-то поближе к энергии. Надо тут расширение небольшое сделать. Или стоп, у нас же есть контейнеры, прям куча. Заодно я защу фабрикатор. Я хочу здесь отстроить небольшую комнатку, в неё засунуть фабрикатор. Заодно и дополнительную защиту реакционки сделаю. Но только попасть в эту комнату смогут только лишь люди с ранцем. Ну, либо я просто возьму лестницу и добавлю. А, Настя, я ещё и реакционку сломал. Ну, у нас ТПС у смерти. Вообще, как же лагает всё. Всё, фабрикатор готов. И сейчас на этом фабрикаторе я буду фабрикацировать. Жёстко причём. Чё там, кстати, по лазерному автофокусу? Я его дождусь сегодня, нет? Резервуар надо ставить наверх, провода. Они рядом. Только ты жижу слей. Я не помню, он остаётся. Нет в нём. Не-не-не, не тут сверху. Дай мне провода, я сделаю всё. Тут сейчас понаставишь, как этот Омагат, Пока и Взрыв. Устанавливаю 40, ставлю сервомеханизм. Игнорирование Редстоуна. И всё, пошла жижма. Всё, занимайся дальше там. Первый раз не меня чему-то улучшат. Стопэ, а чё у нас тут снег? Протечь какая-то. 8 энергетических ячеек готово. Надо их закинуть в зарядник. А, это не тот зарядник? Подожди, а... Нужного, по-моему, у нас даже и нет. Даже-даже. Ну ладно, сам сделаю. А вот что по поводу лазерного автофокуса, всё-таки где-то алмаз надо раздобыть. Какая там начальная интенсивность? Троечка. Поехали. Энергии хватает, всё чётко. А, ну вообще изи, лазерный автофокус готов. Создаю тогда ствол. И чё мне там не хватает до лазерной винтовки? О, ещё закалённая ствольная коробка. Мне надо тогда обязательно сделать карбоновую деталь. Ресовым есть системы, склад переехал. Чё у нас, обсидиные остальные слитки есть тут, нет? Так я же уже сделал этот крафт. Ты чё стоишь в дупле? Сейчас взорвётся всё. Ну ты реально дуплет? Я думал, ты шаришь в реакционке. Куда ты жмёшь? Убери руки! Тесла крафтится, я бы не сказал, что легче, конечно. Но карбончика на это всё надо. А на карбончик нужны алмазы. А алмазов у меня нет. Поэтому теслу я сейчас не сделаю. Тогда вот это вот всё поскидываю сюда. И мне бы не помешало еды набрать. Но только еды, по-моему, у нас вообще нет. Да и никогда не было. Фермерство не процветает. А чё тут отдельные какие-то механизмы появились? Судя по автокрафтам, это какая-то ферма строится. Ладно, погнал я на улицу. Может, хоть тут себе еды выбью. Ха, там уже сжигают паразитов вовсю. Книга. Откидывание 1. Фигня. Ну я вообще, кстати, борзый. У меня всего одно сердце, а я летаю здесь. А у нас есть еда какая-нибудь? Урожай. Ха, урожая нет. Мы голодаем, нам надо решать проблемы с едой. Оружие и патроны, и просто снежки валяются. В каких печках? Наверху, что ли? А где у нас ещё печки-то стоят? А, вот эти. Да, кстати, вон стейки лежат. Надо, походу, уйти мне ещё еды пофармить на утро. Но только это капец, как небезопасно теперь. Надо искать зомби-фермеров и их убивать. О, вон он. Я надеюсь, он не заражённый. Да, чуть-чуть еды есть. Ну и скелетов валить на кости тоже можно. Ох, вот это тут фермеров. Эй, ты чего его застрелил? С добычей бы больше выпало. Чё у меня по итогу? Нормально. 13 хлеба, 16 яблок. На чуть-чуть хватит. Не только с фермеров еда, оказывается, выпадает. С них надо только одежду повыбрасывать, от неё вообще толку нет. А куда я аккумуляторы все выложил? Я даже винтовку свою перезарядить не могу. Лонгар неадаптированный стоит. Надо летучку вырубать. Ладно, всё, я погнал на базу, еды мне хватит. О, тут по пути ещё фермер. Давай сюда. Только еды не было у него. Какой-то бедный фермер. Ну, в принципе, как на нашей территории, такие же. Э, ты давай на территорию нам этих гадов не кидай. Кого-то застрелили. На, всё, нет больше эндермана. А, ещё один есть. Ё-моё, я чуть не умер. А чё так жёстко? Не, если я умираю, тут начинается вакханалия сразу же. А, там какой-то моп шипами. Не, ну мы справляемся более-менее. Да, всё, мы тут основу паразитов поубивали. Я ещё и 45 пороха набил за ночь. Не, ну я вообще молодец, блин. Ля какой. Прям на спауне стоит. Не, ну я точно сейчас сюда турель поставлю. Только мне надо будет ветрячок для неё сделать отдельно. То просто если ввести энергию, мы разоримся на проводах. Ну и желательно ещё гравия найти. А, ну он вот тут есть, но только его охраняют, гадости. Фига себе фонтанчик. Всё, нормально, мне хватит. Ветровая турбина готова. И надо бы мне сделать ещё проводов. Немножечко приподнять её придётся. Ну и в целом всё, надо только взять контейнеров. А где они? Ну и сейчас буду начинать всё это дело отстраивать. Только тут бы разровнять, конечно. Не знаю, может заступ скрафтить, покопать немного. Чем ровнее местность, тем более эффективная лазерная винтовка будет. Я надеюсь, никакой гад не додумается отсюда винтовку достать. Ну и здесь вообще можно пол заменить на контейнеры, чтобы не ломали. Только для этого мне придётся ещё один заступ сделать. Чё они там умирают постоянно? Я только и вижу, как они бегают и бегают. Нормально, турелька отработала. Давай, гаси, гада этого. А, всё, у меня контейнеры кончились. Слушайте, ну в целом, вот лично у нас, мне кажется, есть всё. То есть у нас есть оружие, у нас есть хорошая база защиты от паразитов. У нас контейнерами там всё снизу заставили, ребята. Снизу контейнеры, а сверху землю. Ну, чтобы не было всё красное. То есть я считаю, что наше выживание успешное. Начиналось оно лично для меня тяжело, но по итогу всё максимально чётко и максимально приятно. Ну а на этом выживание подходит к концу. О том, какая цивилизация справилась лучше, выводы делайте сами. Я ничего говорить не буду. Огромное спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. И до новых встреч.